всем привет дамы и господа с вами не ломов мы играем в игру зайчик называется игра зайчик спальчика зайчик свальчик мальчик спальчик зайчик короче зайчик тяйни тяйни бани мы загрузим наше последнее сохранение пока что проходим цепочку когда мы там нашу сестренку разморозами после замка после после чего домой согрею шоколадом напою только не засыпай слышишь после гаража вот этого который был типа замком хрустальным мы тут проникли сейчас будем разбираться что там дальше происходит короче так хорошо шоколадом не замерзай ольчика мои пальцы напоролись на что-то липкое и горячее я разгреб снег он сделался красным и рыхлым я боюсь что это какая-то дичь страшная что это что это там я сглотнул почему там какая-то дичь похоже что я мог ответить о боже ты мой ниже пояса тела оли обрывалась из туловища вывалилась кольца кишечника и раскромсала в гараже этом как-то оля склонила голову и уставилась на безобразные обрубки я до этого момента даже не дошел в конце прошлой серии офигеть то такая жестянка началась истошно завопила но это наверно сон я надеюсь это был сон это все не за правда это сон это сон не надо бы этого хочу темный экран нажать на так что-то у она истошно заупила клядь я просто крестик нажал подожди спасибо вы прошли четвертый эпизод визуальной новеллы зайчик искренне благодарим вас за то что приобрели игру то есть это был конец буквально секунды погибает оля оля погибает и это конец все собранные средства будут направлены но это понятно понятненько понятненько мы типа прошли до конца кусочек не до прошел и там такая трешнятина была я не знал что там такой будет вы сейчас как раз в этом моменте поэтому я как я мог знать я не смотрел нигде ничего не знал поэтому вот так ну короче вот так заканчивается то 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 линия но мы с вами можем еще поиграть а что можем сделать нажать что-нибудь еще нет просто стрелочку у меня остались сохранения давайте попробуем пойти по порядку и загрузим тот момент тот момент когда мне предлагали принять или отказаться от вкуснятины так сказать нажмем так еще раз назад тут выборов не было никаких вот здесь выбор 1 начинается у нас когда оля взяла конфету эти все набросились на конфеты которые не конфетика как не конфетами оказались и в этот раз я нажму принять потому что это как бы я надеюсь что это может быть другой сюжет потому что она же там есть пропал там ромка там еще там что-то мы тогда амулет взяли посмотрим что будет я вынул из грудь груды сладостей на полу самую аппетитную конфету откусил молочный шоколад таял во рту с выбором вас поздравляю веселитесь в этот час может быть будет все то же самое я не знаю я не знаю сейчас посмотрим я так подозреваю это не шоколад на самом деле это все кровяга личико сестры было перемазано шоколадом а я уже собирался сделать ей замечание но слова слова застряли в горле и ёлка вырастает гигантская ель устремилась к звездам исчезла где-то в космосе и и вечная круглая луна огромные шары сияли на ветвях гирлянды переливали всеми цветами радуги крыша исчезла и над нами раскинулись мириады созвездий вот так прикиньте музыка смех аромат хвои и сладостей прикиньте с гаража торчит ёлка и рядом плелась медвежутка волчек совушка и снежки падали задом наперёд я смеялся трогал пышную позолоченную мишуру все по-настоящему по моему тут ничего не изменилось пока что это все было уже но мы сейчас проклацаем намеренно поклонилась шары переливались и мерцали моя душа мерцала я в унисон я оставался я становился зимним волшебным лесом мягко ласковым ой всем созвездиями сразу так пришла жук вот где всегда был мой дом снег искрился и слепил оля закружилась танцы схватила конфеты каждую руку волчонок жонглировал киндер сюрпризами и видел приставка тетрис и куклы трансформеры лежали под еле условно их грузовиками свозили сюда я понял что тоже танцую и ответил не прерывая движения но если с кем-то хорошим это дети стояли у кромки опушки зачарованно глазея на праздник я прыгнул через всю поляну и плавно приземлился возле них я откусил я типа зайкой стал я как бы детей уже заманивают тоже с нами мы детей заманиваем но мы же понимаем для чего мы детей заманивать скорее всего для того чтобы их отведали уже другие существа не такие миленькие в масках дети взяли за руки я повел их цепочку как подарком не было ничего лучше чем вести кого-то по тропинке к мечте праздник наступил по-настоящему в каждом празднике как красивым яблоки бела черба точенка его скоротечность здесь под лапами величественно ели праздник не кончался безумно небе взрывались грандиозных фейерверки азарая танцующие глаза увлажнились на пружились мышцы я запрекнул голову к луне и закричала переполняющих меня эмоций ведь она принципе зайчика меня сделали да яд я и был зайчиком я прыгнул до звезд и кувыркнулся мой крик слышала вся небыли ангия и сейчас будет наверное просыпание да когда я проснулся или чё сейчас будет а как вернулась оля домой если я вот так проснулся с улыбкой проснулся я впервые за долгие дни проведенные в моем доме в этот раз счастье не отпускало и нас и наслаждаясь им всем телом я сладостно потянулся за окном радуясь ярком январскому солнцу весь весело пели красногрудые красавицы снегири их чирика не дарила мне надежду что однажды лисый лес за окном лысый лес за окном вновь обратиться в райскую кущу на радость родителями сестренки детский топот ног собачий лай наполнили коридор это все было но ничего дверь мою спальню широко распахнулась обдал в меня теплым ветерком и ароматом свежезаваренного кофе собачка на пороге стояла светящаяся от счастья оливер как непрерывно ерзала виляя хвостом умирительная жулька на глазах сестры выступали слезы радости у меня собака радости полные штаны а столь с потрясающей новостью даже подскочил крат с кровати жулька вот такая собачка такая вот жулечка собака отбрительно тяпкнула ток-ток можно к вам папа с мамой не ссориться к моей полной неожиданности улыбающийся папа переступил порог и что более удивительно в обнимку с мамой выполнение дуреха под колеса бросилась еле вырулил машина поцарапал думал голыми руками может это все прокладываем мы это все уже видели прошли видеороликах вы сможете это все увидеть у меня а сама дрожит вся ну говорю ладно доедешь со мной до дома и сиденья не обгадю мама хитрого стрела на поводу как покраснете отвел взгляд словно дети еще из хороших новостей ваш папа получил то есть когда мы с пошли на поводу с этим как его с хозяином леса с этим чертом пропал все-таки пропал бухгалтер как-то видите все в их семье налаживается когда ты идешь в поводу я бы без добра это значит тебя чаще не будет дома это значит двойной надбавку плюс премии правильно карина так что готовьтесь на следующей неделе нас всех ждет семейная путешествие в этих словах мое сердце забило сильнее выпустила дворняжки крепких объятий макдональдс не скажешь тоже бери выше мы давно уже планировать диснейленда да ладно тебе громким рак собак речам собачонка восточной трубе облетел двор и скрылся в сверкающем лесу а вместе с ним ушло и странное слово на букву р я поклялся что навсегда запомнил день когда среди теле наконец-то спали маски пренебрежения а под ними оказалось лица людей которые мы всегда знали и любили этот конец такой да поэтому понимаю или павловна еще не вернулась школы из-за пропажи кати поэтому сегодня я выспался и шел засветло только к третьему уроку проложенная тропинка вела чернеющим домиком на фоне была снежная травнина где из домохода уже сизый дым паркнущий березовым это все было морозительно спал дремал пол солнечными лучами она белый шапка крыш заиграл ледные искры и остановился уверенный что сегодня никто не не сил испортить мое настроение не мой персональный мучитель пятифанов не его гадкий прихвынь бяша в пятифанов пропал до ромка она сверкающий нож грозивший спороть мне брюх как дохлой рыбе все окануло в небытие я откуда-то протяжно начала корова я выпал из секундной неги и дынулся дальше хрустя снежной перлины под подошвами высоко над головой были косматые облака чих очертаниях угадывать милые сердце силуэты зверят внезапно мне на голову принялся пушистый снежок и девичий смех напоминающий звон колокольчика на весеннем ветру коснулся моих ушей обернулся в ожидании увидеть мою подругу провидицу это типа лисицу алису но это было нет но вместо девочки дорожки стояла полина которая плакала помните с футляром опять петров ворон считаешь она заразительно засмеялась подбежав вдруг обросилась мне на шею я опешил утонул сладком аромате это все было ее внезапно истерика его немножко поменялось поняли и и мне казалось что лучше держаться от полины подальше вот от ее резки как качели перепадом зрения от чудакового деда но стоило ей обнять меня как сразу позабыл весь кошмар и уже не хотел чтобы скрипачка меня отпускала она смущена улыбнулась увидел блеск ее васильковых глазах дедушка мой он он снова может ходить а ведь там тоже так же было он пошел а у меня перепутали 8 что я отматывал перематывал игру он пошел потому что мы пошли на мы заключили сделку с дьяволом и все начало налаживаться будто бы она закрыла лицо мою грудь спил руку на шею словно я был для нее больше чем просто друг я взволнованно начал озираться но смогут увидеть из-за пяти фанова беспокоишься брось ты это дело его и след просты пяти фанова про простыл след и недоверчиво двинул полину пытаясь понять розыгрыш это или правда но ты чего не веришь что ли к нам вчера буквально ночью старший лейтенант тихонов приезжал о по так и так бяша потерялся а вместе с ним и дружок его оба пацана пропала мимо нас прямиком зимный лес прокатили лыжники полина слонилась ко мне поделиться шепотом не пуская спортсменов из виду как я поняла во всех этих исчезновениях тихонов подозревает 5 фанова да ладно я сама в шоке по слухам у ромки того совсем шарики за ролики заехали да я в принципе и не удивлена что ты имеешь ввиду а ты не знал даже думать не хочу чтобы папа что там папа бил сидел в тюрьме ромка всегда казался мне чермерно жестоким без повода озлобленным на всех подряд теперь чернота что было у него внутри выплеснулась через край и загубила множество невинных детских душ даже его собственную в это было сложно поверить но глядя на ромку я чувствовал что приблизительно так все и кончится пойдем скорее а то опоздаем ну типа в школу да и так что узнаешь что катя пропала подождите-ка полина схватил мои долонь весело смеять побежала по проселочной дороге с каждым шагом с каждым смешком и шуткой забыто эти позабытое тепло обораживала мое сердце всеобъемлющая влюбленность вернулась ко мне казалось что я уже когда не помню не покинет меня перед входом классе пытался пустить руку полина стесняясь что одноклассники будут дразнить наш женихом и невестой но полине было все равно словно и она только сильнее жала моя ладонь отворяя дверь и действительно избавившись от коварной катьки она уже перед тем пропал я уже запутался сосредоточенно бессердечного ромки и ехидного бяши наш класс был словно бы излечился от паразитов стал дружелюбнее и отзывчивее никто больше не смотрел на меня залитыми злобой глазами некому было харкнуть меня кусочком жваной бумажки через полый корпус шариковой ручки я сел за свою одинокую парту когда рядом уселась полина меня-то нисколько не удивило она была такой очаровательной что я мог бы назвать ее своей музой очень похоже на то подхваченный волной вдохновления на твитчик из рюкзака альбом для рисования облизну грифель карандаша начал ее рисовать вновь улыбнулась мне будешь моим героем да работает профессионал а мне такое ощущение что это полина это она и является этой лисицей да она бросила взгляд на свою бывшую парту смущенно убрала за ушко локон так несколькими широкими линиями чик-чик-чик как будто демонесса какая-то да полина что она замерла боясь не неверным движением помешать мне развеять волшебство вот так да хорошо о расстегнула чикс такая стала секси 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 шмекси стала такая чисто чикс так задыхаясь от волнения полина расслабила узелок шейного платка тебя наши глаза встретились так камеру включусь обратно она уже стонет у нас уже был поцелуй носился над бумагой я раз на штриху я тени на ее груди ты согласна стать героиней моего комикса такие предложения сладкая дрожь прижала поетела на том на закатило глаза от удовольствия это тоже надо наверно себе оставить картинку друг где-то я смогу ее использовать такая типа секси шмекс я от напряжения грифель карандаша не выдержал щелкнул разлетелся на мелкие осколки я не мог поверить глядя на рисунок ужасная мазня смотрела на меня там 10 секунд назад было лицо полины сейчас красовалась бесформенная месила как карандаш сломался ужасно прям как будто бы не просто стержень а как будто бы кто-то им бил по столу я не сразу понял что схожу сижу за партой в пустом классе пылинки летали в лунном свете за окном была ночь и куда-то подевались одноклассники полина ощущение полина ощущение эйфории на доске кто-то написал мелом считалочку но счет чай слою и читались лишь раз-два зайчик мясо раз-два мясо дурацкая ухмылка сползла с моих губ я встал ощупав себя за запясть тишина была оглушительная во рту стоял привкус блевоты а ушах звенело как от нескончаемого вопля пол полного чаяния и ужаса everybody home everybody in school в коридоре роились тени я шел мимо заколоченных классами на пятен гнили на стенах и серебристой паутины полки быстро перемещались под потолком но это мы все видели этих вот этим пропал вова вова пропал эти всякие блогеры целая кучей тут по налепливали куча 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 различных блогеров там там вы тревожно мерцали ошеломленно я встал напротив доски объявлений семена и катя добавили сотни других фотографий черно-белые распечатки клеили одну поверх другой жуткий калаш 10 детских лиц для дел провалами глаз не в силах выносить пытку эти внимательных дыр я выбежал из школы так а это было раньше интересно и не было по двору на дорогу где шуршала хороша вот что тупо с хорошей что-то я помню такое не людей не машин не птиц низкие облака задевали дымоходы окна словно закрасили чернилами фотографии пропавших облепили столбы забросших заборы бума забора бумажной шу шкурой не только детей но и взрослые кажется все жители поселка стали черно-белыми призраками на снимках с пометкой разыскивается я брел тишины некоторых домах были выбиты стекла ветер хозяйничал раз рыская по комнатам входные двери качались от его порывал на штакетах весели детские курточки и рукава шевелились тянулись ко мне пустой поселок пустая оболочка что здесь случилось в периоде за тарахтела опрокидываясь мусорный бак что-то переметнуло в огромных комнат проемах обугленного сельмага бежал прочь от заколоченного фасада за колодцем утробно зарычала я ускорился старается замечать мы во дворах кровавых собачьих будках покосившись о сараях луна показалась и заблокал в изнуряющей тишине что-то пронеслось над головой словно кукурузник перелетел с кровли на кровлю меня накрыла огромная тень я вернул направо надеюсь что меня не заметили небольшой зеленый дом впереди мое убежище сходя с ума от страха я рванул ближайший избе вот я найду убежище глаза не сразу бросила что это был дом полина где сегодня днем она молила меня в истерике остаться вот это интересно этого не было по моему я рука царапина толкнул калитку и пригнувшись за засеменил крыльцу дернул за ручку двери оказались не заперты тележка газовый баллон опрокинутый инвалидные кресла выгла из темноты едва не задев меня покатилась туча колесами по ступеньками застав застыла у яблони а было тогда колец коляска тогда катилась или нет я провели проводил его округлимшими глазами снова посмотрел в дом коридор терялся восьме пустые рамы на стенах стекло на полу там был тот раз рычание здоровенный волчара из-за угла в конце коридора высунулась косматая лапа а следом страшная морда с горящими глазами скрыт 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 да огромный разор разорвавшийся зверь разор разожравшийся зверь выполз на брюхе и зеваясь как гадюка он едва вмещался в коридоре коридорное жерло протискивая скобя когтями половницы через стекло снули капканом сантиментари от моего лица чудовище застряло в проходе лапы били по стенам слюна брызгала из пасти я развернулся носить ноги из кошмара горбатый фильм крупнее взрослого человека приземлился у калитки закрывая дорога люк щелкал не уставан все эти чудища сбоку высунулся сугроб а нечто похоже на гигантскую землеройку выползла наружу и опал на колени словно молился этим древним сознанием из темной норы выползла оскалящийся улыбки тварь драпированная грязными висим мехом ее хвост лишь позвоночник вошмет к сухожилий волочился сзади тело существа ужасно я решил что схожу с ума так они только казались мне маленькими размером с ребенка то вытягивались выше любой пустевшие избы люда людоеды навислен до мной и в их чревах непрерывно что-то копошилось как будто искала выпад наружу и чем дольше они взирали на меня тем шире становились их перекошной улыбки покушали типа сладости до изуродованное чучело лисы облизнулась и же показался не черт черной длине моего предплечья мерзкое насекомое пробежала между бритвеносными зубами и провалилась бездонную поиспособной пробегу весь мир мета мишка всем пока не было ничего человеческого лишь звериный крык рык до птичьих лист я пойму каждую слово как если бы мы говорили на одном языке они все покусали это я им отвечай в мою внутреннее эго надо было семью съесть жалко и они меня почему-то ненавидят из-за того что я родители и захотел а это волч и в сумме ужас объял мне когда хочешь и звери потянули ко мне свои когтистые лапы а вдруг нечто притворяющийся лисой громко за голая его очеред нести угощение дармоет чтобы я родители своим скормил и назначение мы завтрашней ночи ждем места меня сидят короче да подождите к что нет меня хотят чтобы им кого-то привел кого-то сожрать монстры у меня кольцо завертелись на работе я закричал очень громко прием копытом озень морда лисы вылезла из мельчащих пятен которые превратились туши зверей вопль отчаяния мой вопль запудел по закоуткам вымышленный пастелки пообещал что принесет круг разомкнулся я бросился на утек будто неся так это я фанда я уродливые образы они мне типа крыльями запугивают меня я тоже читал не особо интересно убежал короче от них в лес рассвет я встретил где брех леса чаще лисица что-ли выпрогнет не посвет а рассвет прям в липере переночевал в лесу это конец наверно да такой тип уж я должен еду принести да тоже такой конец хорошо немножко были изменения не знаю надо бы мне это вставлять ролик не надо если вы это все видели со мной значит надо значит я вставил я оставил ничего не вырезал вот тут у нас можно было отказаться я вот отказался а потом вот я отказался мне дали второй раз вариант отказаться мы это все с вами уже видели а можно сейчас червячка съесть принять я вынул из руды сладостей на полу сам аппетитную конфету все-таки то же самое сейчас будет молочный шоколад то я вам вас поздравляю веселитесь в этот час интересно а что сейчас будет будем хватит но я же укусил тоже будет самое все наверное просто других вариантов нет а как мне тогда ничего так писали что как-то можно спасти там катю там что-то еще что-то сделать я проснулся собачку принесли может быть я из-за того что соглашался с этими конфетами со всеми самом начале я пошел встретил меня кинули снежком все то же самое рисование все то же самое я так понял никакой разницы то есть мы пошли по той линии сюжета когда ничего типа нет новенького мы не увидим с вами это рисунки ужасов и все и конец надо подумать или посчитать в интернете как добиться других вариантов событий да да так что мне хочется сказать есть еще там вариантик с гаражом с катей и мы попробуем его сейчас тоже реализовать нажмем для этого новая игра новая игра и будем сейчас будем сейчас посмотреть как к этому делу всему добраться потому что я почитал немножко гайдов в интернет те гайда в надеюсь что у меня получится выбрать что-то то что мне нужно так это все пропускаем и это нам все не надо нам нужно добраться до момента когда мы будем получать конфету от алисы от алисы эту конфету когда мы будем получать так на кухне по моему там надо было обмануть обратно во двор рукавичка наверное ну возьмем допустим нам важно добраться до момента когда мы 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 будем работать сотрудничать или не будем настроить бабулечка бабуля бабуля это я уже все видел это я уже все записывал ребята кому-то коника и конечно же смутно все штуки таки там я больно баловство завтра первый день в школе ложись тебе надо выспаться не хочешь же ты чтобы тебя все дразнили соней не хочу бабулька бабулька а вот или с она нам даст выбор доска этой конфетой если мы отказываемся вот момент важный мы от если мы допустим отказываемся от конфеты мы и пошлем по сути отказаться меня зовут мужичок стоит только войти вот я его мы будем должны как этом войти допустим прочитать тут мы должны наверное ну допустим если мы если мы дадим отпор дать отпор отказаться а может я не туда пошел фотоаппарат телефон ромка хотя вон а может я уже на фотоаппарат не попаду ладно даю отпор так дал отпор теперь если я допустим алиса либо полина полина взять амулет конфеты ага а если мы алису дать отпор я дал перина будет выбор да какой там кого я выберу вот а я тогда пошел видимо и я вот здесь важный вопрос в моменте либо я с полиной начинаю дружить и у меня ветка идет с полиной либо я с алисой алиса полина мне нужно выйти на ромку правильно конфеты наверно ладно беру алису шпион шпион стоит пропускаю чего-то его сразу спалил напугала меня как бежим 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 что-то должно быть с бяшей мы должны где-то бяшу с собой еще взять там я так вычитал мы сейчас будем разбираться может быть получится так надеть или надеть или послать надеть послать полина ромка ну после пошлем знаешь нравится мокруха это я все помню не только что не пропускается лисичка бегает на мякер на за кризис есть у меня он лежал да и ты 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 хочешь казаться тем кем настройки весь текст трактор этого не помню а мужика нет помню когда мы шли с этим ромкой так полина ромка и он знает о тебе все где-то живешь что любишь наверняка слышал о пропавших детях это тут не первый год происходит постучать то устучится в эту дверь гаражная дверь но это я все помню козел от вот это с тех частей я проходила папа спас короче отвез нас домой фух не знаю правильно двигаюсь или нет сейчас разберемся так мы двигаемся с вами двигаемся 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 нам бяшу надо бяшу надо катька сумасшедшая зайку тащили подъем пропал пропал сесть так вот они вдвоем сидят два гаврика открыть до свидания лейтенант промолчать я допустим не настучал да допустим вот они вдвоем не рассказывают всякие 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 опыта она мне выборнику и не давали там кстати с фотоаппаратом мы закрашивали я его вырубил прикол это я его ударил я чё-то сюжет перемотал размотал а это мне снилось это типа мне снилось что там чё-то было родители ссори так о ромка либо полина так 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 ромка либо полина и мы выбираем наверное ромку берем ромка так стоп я пропускаю кто-то ко мне стучится я заметил шаг и коснулся очков четно стараясь вы вычернить из брака какие-то детали тревога отпустил плечи как невесомая снежинка в животе закопышилась просунувшаяся змея стало тошно подумал о доме хлипком крепости позади мама и оля сидят в тепле перед телевизором на втором этаже и непринужденно следят за похождением героев санта-барбары мне совсем не хотелось участвовать в ромкиных постановках еще сильнее не хотелось туда где на зимнем ветру колыхались раз двойная тень бяша голос бяша буквально дрожал а нетерпеливая ромка пускал губы пара у темных сосен такой влюблен влюбленные и задумки да иду иду я глубоко вдохнул и пошел в пиная сугробы бяша замер лицом к тайге до него было рукой подать я зачем-то положил взявшую кисть ему на плечо наверное убедиться что это все не о боже ты мой в мою сторону торчал острый клю со всех сторон усеялась мохнатыми перьями из которых складывались морда совы бяша перевоплотился сову не что птичьей маски таращилась на меня голос был точь-точь бяши но за перемен и картоном таился никто иной я рванул прочь словно меня стегнули на гайка и существо маски лишь притворялась бяши чтобы выманить меня я убежал со всех ног уступали в снегу до впереди стремительно увеличивался желтый свет на попах мог надарил надежду там мама сестра спасения за спиной было тихо будто никто не гнался за мной может потому что особо умеет летать я уже карабкался по крыльцу как вдруг краем глаз заметил еще одну фигуру зерешный волчонок полз из угольной тени дома преградив путь он двигался дергана хаотично словно опрятал свой какой-то жуткий танец или порчился в припадке а я чуть либо видел чтобы чем морда обыкновенная маска что-то в сугробах оборотня заставил меня окоченеть ряжены потёрся боком остов корольца и припал на четверенький выгнулся так будто позвоночник должен был уснуть глаза брит образины сверкали но зверь не нападал он-то полз вокруг пластунский то трассу на четверть четырех конечностях с отвисшей челюсть я перебирал ногами пытаясь удерживать его в поле зрения из-под прорезней маски сочилась жидкость текущие капли падали на доски слюна догадался я какая-то сила толкнула меня в спину шепнула спасайся шпакеты забора замельчешили снова бежал в обратную сторону закупчатой лукчатой пахнущей твои маски удары сердца время волчок возле бота задачу скурить рычал правая нога застряла в прошенной лунке я вы вынул ее четвертых ай тут же рухнул на землю подо мной за стучи за струились зуб зубучий снега мешая подняться упереться во что-нибудь на дикая жажда жизни буквально вырвала меня из ловушки на подказу все ближе напоминаю едкий дым погребальных остров я снова бежал выская корючий воздух волосы развивались на ветру падая парню шапкой а уже запекло от крутого мороза пока сам я весь не замолв от пота поле наконец закончилась понимаю что было не лучшим решением чат собрец я юхнул за день лежал прикрывая ладони в лицо чтобы случайный стук не лишил глаза суп ветки были били по одежде кололи кожу как мясники не гнавшие скотину прямиком в мясорубку узел убившийся из почвы корней прихватил за стопу я врезался в шершавый ствол сполк саму его основанию и в панике оглянулся первым желанием было кинуться к ней и обнять ее но я бросил себя и плотнее пристиснуться к сосне что ты здесь делаешь а протянула мне потерянную шапку надевай а то уши замерзнут а потом глядишь и вовсе отвалятся хихикнула я подозрительно смотрел это на нее то на шапку будто боялся что в руки алиса кажется что-то вроде отрубленной головы или еще страшнее но шапка была просто шапкой и только взять могу и я брал ее оттянул натянул по самые брови я не ответил там во дворе были какие-то дети и что покусали тебя что ли нет отчего же ты убежал ответ был очевиден но покатал мысли на языке а я лишь пробурчал не знаю обещал не обзывать тебя драчком она подошла вплотную взяла под локоть я почувствовал запах мяты апельсинов и сгоревших бенгальских огней захотелось наконец околицы чтобы распространить раз пробовать все тонкости ароматов я твой друг мне кажется я уже играл сюда куда-то а вон здесь вере как мечты их развенчать учить школе учить школе учить школе взять только взять могу меня на луну меня запускают не знаю не знаю что там как там добраться до этого момента с этой с этим гаражом опа подожди с вами полетаешь сонно подумал я отклеивай подборок от парт мышцы слегка ныли на это было приятное чувство все чего-то вновь слонялись по классу передавали другу записки шушукались из физиономии казалось выцветшими масками блекными скучными их физиономии я зевнул вспоминая как парил высоко над лесом рядом алиса крепко сжимал мою ладонь возможно и почти наверняка это был сон потому что я из лесу я не возвращался а пропуснулся дома в кровать обыкновенным утром с чаем таблетками ночным танцем знание о том как его сидеть над пиками величественных сосен и не искать к лица на луну ничего то чуть-чуть пока ты носом клевал катька пропала у это он мне сообщает про катю что она пропала сон как рукой сняла и недоверчиво нахмурился да ромка мне сообщил типа я не я я выбрал не дружить с полиной и поэтому у меня не было разногласий с ромкой да и с бяшей мы с ними типа сдружились правильно бьем копытом ай озим по-моему так бяша подсел к нам озабоченно кусая губу тошик в тиране чего странного не видел на медведь был чистейшей лужью нет я тоже повезло что классуха моим родакам нажаловалась из-за оценок вот меня и не выпустили вечером на репетицию а то на месте катки оказались бы мы бяша судорожно почесал кадык это я чё сказать хотел на я кое-что слышал что этим утром я как обычно в школу слов вдруг слуху платья за деревьями девчатей и сечетина ну я про катку ты не знал тогда и знал бы стрёмно она братки у нас не луциноте темно на как как в лобе вдруг это катка было не знаю а главное вместе таком парсивом на в бреломе что неподалеку от кладбища хорош пургу гнать до зуб даю на сам слышал а вы уверены что катя действительно пропала вон лилия павловна катькина матушка даже на работу не пришла слетела контрольная на как пить так пацаны это катка в тайге стонала я вспомнил катю такую красивую такую подлую первая девочка классе у которой на зависть подружкам успела округлиться грудь первая сплетница змея и гадина бяша загибал пальцы рома хлопнула ладонями по парте так пацаны отныне смотреть в оба далеко друг от друга не отходим как в дурацких ужастиках на остальных мне плевать но вас я в обиду не дам вот так как и полинку пусть у вас не все получится я и думать забыл что мне когда-то нравилась полина после вчерашней ночи мои мысли занимала лишь одна девочка алиса ребята направились в столовую а я остался царапать ручкой в тетради выводить пики сосен и две крошечные фигурки летящие между кронами и полной луной по предплечием бежали ордой мурашки ретиво скатывались за шиворот и было вроде как просто взмыть небесам на что-то злое гнуло до земли кто-то поселке был явно к этому причастен скрывал нечто ужасное за благочестивой маской полина подошла я следи его прикрыл тетрадь будто было что-то зазорное в фигурках над лесу так дурака валяя блин облокотилась на парту я уже забыл как она как она легкая изначена словно скрипка вот бы она тоже смогла прыгать с нами с ним маску притворные там притворявшись я улыбнулся представляю как юбочка полина порхает на ветру как звезды искрятся во всех сторон и она удивленно спрашивает не сон ли это и я отвечаю ему какая разница лицо полина снова помрачнело уже слышал прокате а вот теперь она говорит у нас да это уже было ужасно еще и то что катим не жалеть сложно я правда ищу в себе сострадание пока чем я чудовище опа нет подумал я ты одна из самых красивых девушек вы встречала для меня увы ты только на втором месте но вслух ничего не сказал плохо наверное что исчезновение анкета расстроила меня больше чем пропажа одноклассницы но здрисловно уловили запах конфет древесной смолы и фейерверк потеряла анкету да и кто-то сейчас читает чужие секреты лес подумал я вообразил как скрюченные ветви подевая страницы и листает их трогая детский почерк обледенелыми сучками надеюсь ее найдут я не понял про катю она говорит или про тетрадку хотел уточнить но увидел что при на пристально меня изучает что ты будто изменился просто не выспался сегодня ты точно какая-то другая мелодия очень древние так мне кажется нужно мотать это все уже был надеюсь ты никому не рассказал про наш вчерашний мы погуляем после уроков чего дедушка чувствует себя лучше я могу задержаться вечером а можно отказаться и волос почему бы и нет давай тогда после алгебры промотал года что-то из мусорского нет пожалуй подождите-ка опа я и ушла а вместо не прох в проходе вырос ромка он плюкнулся ко мне за парту и зашептал на улы с ней говорил беша проковылял к нам но рома осадил его с сердитым взором беша отвали на пару минут так тот обиженно поджал губы и скрылся из класса рома опять повернулся ко мне говорил или нет она что-то сказала про меня мне хотелось улыбаться печально и обреченно ромка капитан команды вольтрона был влюблен действительно влюблен его взгляд в ее взгляд кипела надежда мольба тревога и это дело его совсем наивным мальчиком который оградился от мира спортом резкими движениями и холодностью могли я предать его сейчас когда он так уязвим могли сделать правильный выбор в ситуации где нет ничего правильного я проговорил от кашлявшись спрашивала где ты будешь после уроков опа как он разулыбался лицево стоило того чтобы соврать но буквально засветилась отчасти ты что сказал что ты будешь на заднем дворе ромка взволнованно облизнул губы вцепился мне в запястье я испугался что тот что тот что сломает в запястье мне вилл беру пился ну спасибо друг погнали скорее готовиться чем и закатим такую шум программу что прям он ушел к ворчащему в коридоре и бяши а я оцепенел уставился на пустой стол полины только что я променял одну дружбу на другую оставалось лишь надеяться что я не прогадал эхо звонка металась по мрачным закулкам школы о вот этот момент важный супер важный я вас я наспех застегивал куртку я выпрыгнул во двор синоптики не соврали пороча метель северно ползала свинцовое облако в нем колотал могучий рев дети вставали спиной к ветру и смеялись когда порывы толкали их по катку вьюга уносилась смех фиолетовую даль ромка бросился ко мне как только заметил на привычно пустом пяточки за школу и и Продолжение следует...